Лисичка черная и пройти мимо этого гриба мы вам не советуем. Хотя, как говорит наша подруга грибник, лисичка черная так похожа на лисичку желтую, как тощая чернобурка на упитанную рыжую лисицу. Миниатюрные граммофончики черные внутри, с серо-серебристым налетом спор снаружи, так выглядят дорогой, с благородным вкусом гриб, съедобный и абсолютно безопасный даже для начинающих грибников. Но найти его крайне трудно. Или прячется в траве под листьями, или сам выглядит, как сухие листья. Искать вороночники – это как искать космические черные дыры. Если внимательно не сматриваться, ничего не увидишь. Внутри черной лисички собирается мусор, насекомые, слизни, поэтому грибы нужно тщательно вычищать. Если сварить суп, то он будет черный, как смоль, но очень вкусный и ароматный. А если высушить, то из ведра грибов получится маленькая баночка перемолотых. Но для гурманов это фантастическая приправа. Не зря грибы называют трюфель на ножке. Вот такая она, родственница лисички настоящей.